Всем привет! Добро пожаловать в гости к Мистике. Сегодняшнее дело довольно известное, но я не могла о нем не рассказать, потому что оно вот держит интригу до конца. И когда я его готовила, у меня было искреннее желание с кем-то его обсудить, кому-то сказать, ну ты представляешь, представляешь? Вот, и теперь я это буду говорить вам. Я очень рада, что вы снова нажали на мое видео. Спасибо большое за то, что смотрите мои видео, подписываетесь и ставите лайки. Это очень здорово. И давайте, как всегда, после короткой рекламы мы будем погружаться в эту историю. Я обожаю копаться в делах, выискивая мелкие детали. Даже если я их не включаю в итоговое видео, я все равно пытаюсь изучить моменты из биографии, расследования и мотивы, чтобы сделать выводы. И под видео в комментариях я вижу очень много людей, которые точно так же погружаются в анализ фактов. Но что если я скажу, что вам за это могут еще и платить? Все верно, я говорю о профессии аналитика данных. Аналитик данных – это профессия, из любимой многими сферы IT, но при этом не завязанная на программировании и цифрах на 100%. Аналитик больше похож на детектива в мире, где расследовать необходимо поведение пользователя приложения для знакомств. Или почему покупатель выбрал товар конкурента в магазине, хотя у вашего больше бюджет на рекламу и ярче упаковка. Каждый такой маленький факт – цвет кнопки на сайте бренда детской одежды, почему клиент не стал оформлять заказ, сколько покупателей прошли мимо вашей рекламы в продуктовом магазине. Все это собирается в огромные массивы бигдаты, и из них нужно сделать выводы. Менять цвет кнопки, поменять страницу оплаты заказа, менять стратегию продвижения. Даже полиции нужны все современные технологии визуальной аналитики, чтобы обеспечить эффективное вмешательство и предотвращение преступлений. Все это собрать и сделать выводы, и есть работа аналитика данных. Я рекомендую учиться на аналитика в Skill Factory. Курс подойдет даже тем, кто раньше никогда не сталкивался с аналитикой. Программа начинается с простых Google таблиц и плавно переходит к более продвинутым инструментам, постепенно усложняясь. На курсе вы получите знания от экспертов из IT-компаний, которые соответствуют требованиям работодателей. Будете решать задачи от реальных заказчиков и сделаете несколько своих проектов. Уровень зарплаты у аналитиков, кстати, довольно высокий. В среднем 130 тысяч, и потолка практически нет. Почему стоит учиться на аналитика данных именно сейчас? Потому что эта профессия актуальна по всему миру. А еще потому, что у меня для вас есть промокод со скидкой 45% от Skill Factory. Переходите по ссылке внизу или сканируйте QR-код, оставляйте заявку на курс и пускайте свои аналитические навыки в работу. А мы возвращаемся к делу. Мэри Луиза Дэй родилась в городе Литтл-Фоллс, штат Нью-Йорк, 19 февраля 1968 года. В семье Шарлотты Дэй, урожденная Преслер, и Чарльза Дэя. Мэри была первенцем у пары. Позже Шарлотта родила еще двух девочек, Кэти и Шерри. Девочки росли вместе. Три сестры, три подружки. Вот только счастливым назвать детство девочек было нельзя. Малышек несколько раз забирали у матери службы опеки и помещали их в приемные семьи. Просто Шарлотта была не в состоянии заботиться о дочках. Подробностей не так много, но, судя по всему, в семье были проблемы с деньгами и алкоголем. В какой-то момент, когда девочки находились в очередной приемной семье, Шарлотта развелась с Чарльзом и снова вышла замуж. Ее супругом стал мужчина по имени Уильям Хоу. В 1975 году, после женитьбы, он поступил на службу в армию США. Вскоре после этого Шарлотта получила постоянную и полную опеку над Мэрией Кэти, а третью сестру, Шерри, к этому времени официально усыновили, разлучив трех сестренок. Ей тогда было 6 лет. И теперь Шерри надолго потеряет связь со своей биологической семьей. Мэри и Кэти, и их мать с отчимом, часто переезжали из-за работы Уильяма. В 1978 году семья Мэри Дэй оказалась на Гавайях. Там была база военных, куда перевели Уильяма. Живя с семьей на Гавайях, Шарлотта родила сына Уильяма-младшего и дочь Билли Джин. А где в это время был биологический отец девочек? Он тогда погиб в автокатастрофе. Но примечательно, что он оставил Мэри и Кэти огромное наследство. Сумма была в районе 100 тысяч долларов. Сразу же его получить они, конечно, не могли. Но уже тогда строили планы о том, как они им распорядятся, когда вырастут. По словам Кэти, они с Мэри использовали секретное слово, когда говорили о наследстве. Это было слово Mohawk, переводится как ирокез. В декабре 1980 года Мэри вновь изъяли из-под опеки матери. Тогда выяснилось, что отчим Уильям бил падчерицу. Он вообще был довольно вспыльчивым мужчиной, а жизнь детей в этой семье, вероятно, тоже не была особо счастливой. Так Мэри оказалась под присмотром органов опеки вновь. А ее семья переехала в Сисайд, штат Калифорния. Это было в январе 1981 года. Этот город многие называли военным городком, так как большая часть его жителей служила в армии США. И рядом как раз располагалась военная база. Мэри же сначала оставалась на Гавайях, а потом ее отправили обратно к матери жить в Калифорнию. То есть вернули в семью. По словам Шарлотты, дома дочь часто пыталась сбежать, но полицейские всегда ее возвращали родителям. Интересно, конечно, было бы узнать, с какими конкретными формулировками они возвращали ее домой. Ну то есть что считала полиция, что теперь дом безопасен, что они провели необходимые беседы с отчимом, что будут следить, но издалека, или просто они были в уверенности, что девочке будет лучше с родными, чем в приемной семье. В любом случае, судя по всему, девочке дома не нравилось. И примерно 15 июля, точно дата неясна, 1981 года, Мэри Дэй, похоже, удалось осуществить свой план побега из семьи. 13-летняя девочка исчезла прямо из своей спальни. Родители, конечно же, заметили исчезновение подростка, но так как это было уже не первым ее побегом, а может в силу своего отношения к воспитанию детей, они не придали этому большого значения. Но стоит иметь в виду, что дело было в Сисайде, рядом с Форт Уордом, военным городком в Калифорнии. Что если Мэри Дэй просто забрела в эту военную часть и погибла там от какого-нибудь снаряда, или была застрелена охранником? Что если ее сбил какой-нибудь офицер, едущий куда-то по своим делам, и так как он был военный, то дело просто замяли? Примерно такие комментарии можно прочитать под статьями по этому делу. И в принципе я с ними согласна. Неужели родители не думали об этом и не отправились искать свою дочь как можно скорее? Нет, в полиции даже не получали заявление о пропавшем ребенке. В школу девочка после переезда тоже еще не успела записаться, так что об исчезновении Мэри знали только родители. Пройдут дни, недели, месяцы, затем и годы, прежде чем хоть кто-то заинтересуется судьбой девочки. В это время семья уже без Мэри переехала в Нью-Йорк, где их навестила третья дочь Шарлотты от первого брака, Шерри. Она заметила, что старшей сестры с ними нет, и спросила мать, куда она делась. Мать ответила, что Мэри сбежала. Когда же Шерри попыталась обсудить это с Кэти, девочки просто ночевали в одной комнате, сестра сказала, что им запрещено говорить об этом. Шерри затем этот разговор годами не будет давать покоя. И в 1994 году, через 13 лет после так называемого побега Мэри, Шерри Калгар наконец-то пошла в полицию и подала заявление о пропавшем человеке. Ей было 10 лет, когда Мэри Дэй исчезла. Но примечательно, что полиция по каким-то причинам так и не начала расследование. Тогда Шерри в конце 1999 года отправила информацию о Мэри и ее фотографию в Национальный центр поиска пропавших детей. Там удалось воссоздать приблизительный портрет Мэри, ведь тогда ей уже был бы 31 год. Но и теперь с места поиск сестры не сдвинулся. В начале нулевых Шерри вновь обратилась в полицию. И так в 2002 году наконец было начато официальное расследование исчезновения Мэри Дэй. Но так как семья Мэри были единственными, кто знал об исчезновении, даже соседи в Сейсайде не узнавали девочку на фотографии. Не было никаких свидетелей, ни школьных друзей, ни дальних родственников, которые могли бы помочь с информацией о девочке и, например, рассказать о днях, предшествующих ее исчезновению. Даже детективы между собой говорили, что она просто испарилась. Исчезла. Но мы с вами знаем, что чаще всего спрашивать нужно в первую очередь у самых близких. Полиция отправилась к семье девочки. И Кэти смогла рассказать о вечере накануне исчезновения Мэри. Ей тогда было 11. Кэти и Мэри остались дома. А Уильям, Шарлотта и двое их совместных младших детей поехали куда-то поужинать. Когда они вернулись, то заметили, что собака отчима, которую он очень любил, выглядела неважно. Казалось, что питомец буквально при смерти. Уильям разозлился и решил, что Мэри отравила собаку. И он набросился на нее с кулаками. То, что произошло дальше, Кэти назвала адом. Уильям кричала на Мэри. Она была сильно напугана. Кэти видела, как он бил Мэри. Когда же Кэти в последний раз видела Мэри, у нее изо рта шла кровь. На следующее утро сестре в доме уже не было. Когда Кэти спросила мать, куда же делать Мэри, Шарлотте ей ответила, что дочь сбежала. Тогда же женщина запретила ей даже произносить имя сестры. А скоро ее вещи стали пропадать из дома. Шерри же призналась полицейским, что слышала, как ее мать говорила, что знает места в Калифорнии, где можно спрятать тело, и там его никто никогда не сможет найти. Учитывая это, и то, что сестрам было запрещено обсуждать исчезновение Мэри, а также то, что в полицию об ее исчезновении никто не сообщил, Шерри решила. Ее сестру, вероятнее всего, убил отчим с матерью. Они даже вырезали ее из совместных фото, выбросили всю ее одежду, избавились от всех вещей, которые как-либо они напоминали. Словно они пытались стереть ее из своей памяти. Допросив сестер Кэти и Шерри, детективы также пришли к выводу, что Мэри, скорее всего, была убита вот прямо в тот же вечер, когда была ссора, и когда она якобы исчезла. И теперь, чтобы подтвердить это или опровергнуть, они встретились с матерью и отчимом пропавшей. Шарлотт и Уильям тогда жили в Канзасе. Отчим Мэри работал в тюрьме надзирателем. А чем занималась его супруга, неизвестно. Итак, полиция Канзаса допросила их. На вопрос о том, что случилось с Мэри, Шарлотта сообщила, что не помнит многих фактов, касающихся исчезновения ее дочери. И что в последний раз она видела Мэри в 1981 году. Ну, естественно. Но она признала, что ей и Уильяму все-таки следовало бы предпринять более активные шаги, чтобы найти Мэри. И затем она бросилась оправдываться. Мол, Уильям все-таки подал заявление об исчезновении падчерицы. По крайней мере, она так думала. Но в полиции искать ребенка якобы никто не стал. Вот только в архивах правоохранительных органов нет ни единой записи об этом. Да и какой родитель так легко смог бы смириться с бездействием полиции? По некоторым историям мы с вами знаем, что родители не прекращают поиски просто до собственной смерти. А тут такое легкомысленное отношение. Но помимо теории о том, что они действительно убили Марию, не заявить в полицию о ее исчезновении они могли им просто из-за денег. Девочка получала пособие по утрате кормильца. Если помните, ее биологический отец погиб. И Шарлотта обналичивала чеки сама. Так что если бы соцслужбы об этом узнали, то семья лишилась бы постоянного источника дохода. Но все равно детектив, проводивший допрос, признался, что у него создалось ощущение, словно Шарлотта хочет что-то ему рассказать, в чем-то признаться, но не может. Она произносила на допросе много многозначительных фраз, вроде «Иногда твои поступки из прошлого догоняют тебя в настоящем», или «Иногда хочется изменить прошлое, сделать что-то иначе, но это невозможно». Но это тоже, естественно, его насторожило. Когда же полицейские допросили Уильяма, они услышали две версии. Сначала он заявил, что проверил каждую комнату в доме и заметил, что девочки нигде нет. И тогда он и Шарлотта запаниковали и связались с полицией. Но опять же, никто не звонил в полицию и не заполнял там никаких заявлений. Потом он изменил свою историю, но признался, что действительно ударил Мэри, подумав, что она отравила его собаку. Он уверял детективов, что просто потерял контроль, что в тот момент он был сам не свой и не понимал, что делает. Признался он и в том, что толкнул падчерицу. И на просьбе детектива показать, как именно он ее толкнул, он изобразил жест, словно душит ее. А потом вытянул два пальца вперед и изобразил удар. Это уже был приемчик из рукопашного боя. Это прекрасно понял детектив. Он спросил, куда же пришелся удар. Не мог ли он попасть девочке по шее случайно? И Уильям сначала отнекивался, а потом признался, ну да, рука и правда могла соскользнуть к шее. Тем не менее, убивать он ее точно не хотел. Он также поделился занимательным наблюдением, которое сделала Шарлотта на следующее утро после исчезновения Мэри. Она ему сказала, что тем вечером она видела у него в глазах самого дьявола. Она была уверена, что в тот вечер он был одержим каким-то демоном. И это цитаты. Услышав такое поистине потустороннее признание, детектив решил подыграть. Я сказал, хорошо, Уильям, ты ее не убивал, но вот тот демон внутри тебя мог это сделать? Он посмотрел на меня и проговорил, да, он мог. Еще больше закрепляя в детективах сомнения в невиновности Уильяма, Кэти рассказала, что вскоре после того, как Мэри пропала, Уильям запретил детям ходить в определенный угол на заднем дворе дома. И теперь, в 2003 году, детективы вернулись в их старый дом с собаками. Кэти показала им то самое место. И именно туда и потянули собаки, надрессированные на поиск человеческих останков. Там, судя по всему, действительно было тело. Специалисты срочно начали раскопки на заднем дворе. Но ничего найдено не было, кроме маленького детского ботиночка. Кэти подтвердила, что, скорее всего, это был их ботиночек, так как в детстве они часто носили такие теннисные кеды. Но что, если тело Мэри было там какое-то время, но затем его переместили? Детективы полагали, что у них теперь достаточно улик, чтобы открыть дело. Они начали собирать доказательную базу, чтобы обвинить Шарлотту и Уильяма Хоулов. А потом, 25 ноября 2003 года, случилось то, чего никто не ожидал. На одной из американских трасс полицейские остановили пикап. Оказалось, что номера на нем украдены. Полиция собрала и проверила документы всех находившихся в этом пикапе. Одним из пассажиров оказалась женщина, в удостоверении личности которой значилось знакомое нам имя – Мэри Дэй. В нем также была указана дата рождения и другая информация, совпадающая с данными реальной – Мэри Дэй. И, судя по всему, полицейские, проверяя подлинность ее документа по базе, увидели, что женщина с ее именем числится как пропавшая, так что Мэри задержали и допросили. Во время допроса она заявила, что убежала из дома, еще будучи подростком, чтобы избавиться от психологического и физического насилия со стороны Шарлотты и Уильяма Хоулов. Все совпало. Но детективы скептически отнеслись к ее рассказу. Скорее всего, это просто какая-то пронырливая дамочка, которая услышала о деле и решила украсть личность убитой Мэри. Во-первых, им казалось подозрительным, что Мэри Дэй воскресла из мертвых, как только началось расследование этого дела. Полиция обнаружила, что удостоверение личности женщине выдали всего за три недели до ареста. То есть примерно в то время, когда началось расследование. Во-вторых, у арестованной беглянки был сильный южный акцент. У Мэри Дэй акцента, по их мнению, не могло быть. Вот отрывок из ее допроса. Если что, ссылка на оригинал будет в комментариях. Я могу задать вам один вопрос? Если бы я была мертва, и вы нашли мое тело, то как бы вы вообще поняли, что это я? По ДНК. Ну так а если я жива, вы что, никак не можете проверить, что я и есть Мэри? Вас нет ни в каких базах данных, нет никаких документов. Кажется, словно вы только что появились. Короче, было бы проще, если бы я была мертва. Вы бы хоть тогда смогли бы разобраться, кто я такая. Исходя из всех открывшихся им фактов, детективы предположили, что женщина была все-таки самозванкой. И у нее взяли образцы ДНК для сравнения с образцами Шарлотты, ее матери, как она утверждала, по крайней мере. Могла ли она оказаться настоящей дочерью Шарлотты? Но если она действительно была самозванкой, которая украла личность пропавшей девушки, то почему она согласилась на анализ, зная, что за ложь ей может грозить тюрьма? Но согласитесь, по фото и правда кажется, что она похожа на пропавшую девочку. Тот же нос, тот же цвет волос, глаза похожи. Но как тогда объяснить странное поведение родителей и то, что собаки привели детективов к тому месту на заднем дворе? Детективы, естественно, ждали отрицательного результата, а получили положительный. Мэри, которую случайно остановили полицейские на дороге, оказалась настоящей дочерью Шарлотты. Дело закрыто. Мэри Дэй не была убита. Она действительно сбежала. Это очень интересный поворот, но мы должны обсудить еще кое-что. Хотя расследование исчезновения Мэри Дэй прекратили, и детективов, и близких пропавшей девочки мучили сомнения. Так, Кэти, сестра, пригласила Мэри пожить ее с ней в Северную Каролину. А когда ты живешь с человеком в одном доме, ты можешь как следует его узнать. И если перед тобой твоя сестра, которую ты не видела пусть даже 20-30 лет, ты все равно помнишь ее манеру говорить, ее шутки, повадки. Более того, у вас общие воспоминания. Так что в тесном общении легко понять, родной перед тобой человек или самозванец. И тут вот Кэти стало не по себе. Мало того, что найденная Мэри говорила с сильным акцентом, так она еще практически ничего не помнила из их общего детства. Помните наследство, которое им оставил отец? Новая Мэри про него даже не упомянула. А когда сестра спросила ее кодовое слово, та даже не поняла, о чем речь. Никакого кодового слова она не знала. Вот у меня лично холодок по спине. Как так? По ДНК это она. А по общению это какая-то незнакомка. К тому же, сестра Шерри заметила, что Мэри получала журналы на другое имя. Это было имя Моника Девероу. В разговоре с детективом Джо Бертайном, Мэри заявила, что просто взяла это имя, увидев его в книге. В итоге, Мэри прожила с сестрой около года. Потом она уехала, и связь с сестрами прервалась вновь. Время шло. В 2006 году в Форт Уорде проходили поиски с использованием специальных собак. Дело, по которому собаки искали улики или следы разложения, никак не было связано с делом Мэри Дэй. И собаки и щеки в тот раз обнаружили следы разложения у одного дома. Это, безусловно, вызвало пристальный интерес полиции. И угадайте, кто некогда жил в этом доме. Уильям с семейством. Теперь детектив Стив Черконе, к тому времени начальник полиции, нанял бывшего детектива из соседнего города Марка Кларка для расследования этого дела. Кларк тоже был убежден, что Хоулы расправились с Мэри. А новая Мэри была просто самозванкой. С совпавшим, правда, ДНК. Это он знал, как объяснить. В ход пошла теория о том, что у Шарлотты была еще одна дочь до Мэри. И это она нашлась, представившись пропавшей Мэри Дэй. И это бы объяснило совпадение ДНК. И то, что она не помнила ничего из своего детства. Ну и акцент. Такова была теория детектива Марка Кларка, который продолжал верить в то, что Мэри мертва. Марк потратил уйму времени на изучение биографии Шарлотты. Есть некоторые косвенные доказательства того, что у Шарлотты было несколько браков. А также у нее были внебрачные связи. И она могла забеременеть. Кларк считает, что Хоулы могли связаться с внебрачной дочерью Шарлотты, когда поняли, что за ними уже пришла полиция. Я считаю, что Шарлотта и Уильям каким-то образом нашли ее и договорились, чтобы она выдала себя за Мэри Дэй. А они таким образом избежали правосудия. А Стив Черконы, который и нанял Марка для расследования, счел это убедительным. Что если они взяли свидетельство о рождении Мэри, которое у них, вероятно, хранилось все это время, нашли ее карточку социального страхования, отдали эти документы ее сестре и сказали, теперь ты Мэри. Марк убежден, что эта схема была выгодной для самозванки, так как тогда она бы получила наследство от биологического отца, уже настоящей Мэри. А на него все это время капали проценты, так что сумма эта увеличивалась. Он также занялся вопросом южного акцента Мэри. Я связался с четырьмя экспертами, попросил их прослушать ее допрос. И все они сделали вывод, что приобрести такой акцент она могла только проведя раннее детство, до девятидесяти лет, в южных штатах. Ну а мы помним, что Мэри сбежала в 13. Ну что же, неужели никто не поставит точку в этой истории? Давайте подумаем, как можно было бы проверить раз и навсегда, кто такая эта новая Мэри. Теоретически можно сделать еще один тест ДНК, чтобы проверить, не было ли это какой-нибудь там ошибкой в программе. Но эти тесты очень точные, поэтому совпадение, если оно есть, то это все, это 100%. Можно сравнивать фотографии, но это не так убедительно. Хотя, в принципе, рабочий вариант. Детективы догадались проверить ДНК этой самой новой Мэри вновь, но только теперь сравнивать образцы не с матерью, а с отцом. Отец девочки погиб, но его ДНК удалось раздобыть. И это очень интересно, как они это сделали. Неужели какие-нибудь расчески они нашли, зубные щетки? Вряд ли. Я нигде не видела, чтобы они проводили эксгумацию. Может быть, они как-то вычленили ДНК отца из ее других сестер? Это было в 2017 году. Джуди Веллес, тогда исполнявшая обязанности начальника полицейского управления Сисайда, вновь вернулась к этому запутанному делу. И именно она провела вот этот тест на отцовство. И барабанная дробь. Он показал, что новая Мэри является дочерью Чарльза Дэя. Того самого отца Мэри, Кэти и Шерри. Все. Она точно не мертва. Но только если у Шарлотты не было еще одной дочери от Чарльза. Но вряд ли, потому что он же оставлял наследство. Ну ладно, просто можете себе представить такой поворот. До чего же это странное дело? Теперь давайте разбираться дальше. Джуди Веллес, начальница полицейского управления Сисайда, заинтересовалась вот еще той туфелькой, которую нашли в земле. И ей стало ясно, что это точно не обувь 13-летней девочки. Уж слишком маленький размер. Тем не менее, собаки крайне редко ошибаются. И кому же тогда принадлежал этот ботиночек, если не пропавшей Мэри? Увы, но вот с этой находки нельзя было взять образцы ДНК. Но примечательно, что на ткани были признаки разложения. Так что собаки не зря указали на это место. Но больше ничего об этом вообще выяснить не удалось. Возможно, если там было какое-то тело, то его перемещали просто из одного места в другое, из другого места в третье. И в итоге оно оказалось вот как раз в одном из тех мест, в котором никто никогда не сможет его обнаружить, как говорила мать семейства. Последнее, что оставалось сделать в этом деле, это поговорить с Мэри лично, чтобы расставить все точки над «и». Найденная Мэри Дэй тогда жила в Миссури и боролась с терминальной стадией рака. Сам разговор не был опубликован, поэтому мы не знаем, как и что говорила Мэри. Она хотела убедить нас, что она и есть Мэри, и она оказалась искренней. Она рассказывала, что начала называть себя Моникой, когда сбежала, потому что не хотела, чтобы полиция вернула ее домой. Мэри также поведала Джуди о женщине, с которой она познакомилась еще в 81 году, вскоре после того, как сбежала. Ее звали Мори Киммел. Джуди решила, что и с ней тоже нужно поговорить, и она нашла ее. Эту самую Мори Киммел не просто удалось разыскать, но и узнать у нее, что девочка-подросток и правда жила у нее в 80-х. Она рассказала, что Мэри завоевала ее сердце. Я нашла ее, когда ей было 15. Она была очень наивна, и наивность ее была почти детская. В то время у Мори росли две собственные маленькие дочери. Но, со слов женщины, Мэри легко поладила с ними. Возможно, этот опыт жизни в нормальной семье стал для нее спасительным. До этого вокруг нее никогда не было любящих и заботливых взрослых. Мори заботилась о ней в течение года, а потом Мэри снова бросилась в бега. Когда Мори поняла, что девушка сбежала снова, она, по ее собственным словам, была убита горем. Но почему же девушка сбежала? На самом деле, она всю жизнь переезжала с одного места в другое, нигде не задерживаясь. Все из-за страха, что ее найдут службы опеки и вернут в старую семью. А помните документы, которые Мэри внезапно получила в Аризоне всего за три недели до ареста? Объяснение этому очень прозаичное. Ей нужна была государственная помощь, чтобы оплатить операцию по удалению желчного пузыря. А для этого ей пришлось подать запрос на восстановление свидетельства о рождении и обновить все документы. Кстати, ее тогдашнее имя, Моника Девероу, имела общие инициалы с именем Мэри Дэй. Так что, тоже как доказательство. Хорошо, но почему она не помнила ничего из своего детства? Джуди Веллес связывает туманные воспоминания Мэри о детстве с вероятной травмой головы, психологическими травмами и алкогольной и наркотической зависимостями. С алкоголем у нее проблемы были с самого подросткового возраста, так что неудивительно. И хотя у Джуди после нового расследования не осталось сомнений в том, что Мэри это и есть Мэри Дэй, новые факты, подтверждающие это, продолжали появляться. Так, у одного из родственников Мори Киммел, приютившей Мэри у себя, в альбоме нашлась фотография, на которой была изображена Мэри Дэй. Сделана была эта фотография примерно год спустя, после побега из Сисайда. Журналисты из передачи 48 Hours передали эту фотографию компанией True Face, которая специализируется на технологиях по распознаванию лиц. И Шон Мур, генеральный директор True Face, получив результаты анализа, заявил, что на фотографиях один и тот же человек. Точность совпадения 99%. Эту фотографию Джуди использовала в качестве одного из аргументов в своем отчете о расследовании. Джуди закрыла дело на том, что арестованная Мэри это и есть пропавшая Мэри Дэй. Ну и тут добавить уже нечего. В 2017 году журналисты программы 48 часов также приезжали, чтобы снять встречу сестры Шерри Калгара и Мэри Дэй в Миссуре. Эту встречу также не обнародовали, но поговорить им удалось, и это было большой удачей, потому что спустя 9 дней после интервью с Джуди Мэри Дэй умерла. О ее похоронах ничего не известно. Точнее, официально похорон, на которых присутствовала бы вся семья, не было. Прочитав отчет Джуди Вэллес, Марк Кларк, веривший в криминальную версию этого дела, признался, что засомневался в своей теории. Но даже при этом он не может полностью избавиться от идеи, что новая Мэри – самозванка. А вот Стив Черконе перешел на сторону Джуди Вэллес. Тем не менее, вопрос о собаках и щейках не давал ему покоя. Если на заднем дворе была похоронена не Мэри, то кто? Анализ образцов почвы же показал признаки контакта земли с разложившейся плотью. Но сколько бы ни копали люди, найти тело не удалось ни в Сисайде, ни в Форт-Орде. Я встречала мнение, что было все-таки необходимо арестовать отца Мэри хотя бы по тем уликам, которые у полиции были. Их было достаточно хотя бы для временного задержания. А в камере, может, он уже бы и раскололся. Помните, они с Шарлоттой чеки обналичивали с социальной помощью для Мэри? Это ж незаконно. Вот хотя бы за это бы и задержали. Плюс надо было с его дьявольской стороной разобраться. На что еще не способен сам Уильям, но способен его демон? Может, ему экспертизу какую пройти? Лечение? Я не говорю, что он мог убить Мэри Дэй. Я просто спекулирую на тему того, что могли почуять собаки у него на заднем дворе. А по поводу того, почему парочка не уведомила полицию о пропавшей девочке, есть вот такая теория. Шарлотта и Уильям не сообщили о пропаже Мэри Дэй из-за того, что Уильям ее толкнул и она ударилась головой. И когда она исчезла, они не были уверены, в каком состоянии она ушла из дома. Может, она скончается прямо на улице от травм, а может, убежит и выживет. Поэтому они решили переждать молча. Ну и плюс еще деньги получать за нее. Некоторые из тех, кто интересовался этой историей, судя по комментариям, согласились с Джуди Вэллес. А точнее, с ее версией о том, что Мэри потеряла память из-за стресса. Но почему она не решилась спасти свою сестру от семьи? Вероятно, слишком сильно было чувство вины. Может, это же чувство вины блокировало воспоминания о кодовом слове. А может, сестра просто была ей напоминанием страшного детства, и она не хотела иметь с ней ничего общего. Но почему же она тогда не вспоминала о наследстве? Ведь деньги ей были ой как нужны. Можно предположить за тем, чтобы полиция не подумала, что она затеяла все это только ради денег. Ей и так никто не верил. А если бы она еще начала про наследство спрашивать, то совсем было бы подозрительно. А что же говорят о южном акценте Мэри? На самом деле, есть такой синдром, называется синдром иностранного акцента. Это редкое состояние, которое возникает после инсультов или травм головы. Всего в истории медицины зафиксировано примерно 100 таких случаев. И один из них недавно всплыл в зарубежных СМИ. Там жительница Ямайки попала в аварию, а восстановившись после травм, стала говорить с четким британским акцентом. И что интересно, женщина эта никогда не посещала Великобританию. Это как, знаете, случай с выходом из комы, когда люди выходят из комы и начинают там... Вот был случай с женщиной, которая начала на латыни говорить. Интересно, она говорила на латыни, на которой говорили... Ну, которая типа мертвый язык, или она говорила на латыни, который в учебниках, и которым говорит Папа Римский? Хм... Ну да ладно, так, мы извлеклись. В любом случае, необычная манера речи могла быть следствием черепно-музыковой травмы. Или же попыткой Мэри Дэй создать, как бы, заново слепить свою личность. Что вот она решила все, теперь я из Аризоны и говорю вот так. А может, она просто долгое время жила в Южных Штатах. Все-таки она была еще подростком, когда сбежала. Вот и впитала акцент. Правда, может, у нее был слух музыкальный, и она так легко перенимала акцент. Есть, тем не менее, и более темные предположения относительно причин побега Марии. Например, версия о том, что она могла убежать, потому что ее мать и отчим напали на другого ребенка. Это бы объяснило, почему детям семейства не разрешалось приближаться к определенному участку двора. А поскольку тело перевозили из дома в дом, а после от него избавились, отсюда и реакция собак. Но где же тогда это самое тело? До 1994 года Форт Орд был еще открытым городом. Там жило много солдат и членов их семей. Но сейчас этот город заброшен, а его территорию считают опасной. Там есть не только бункеры и туннели, и заброшенные здания, но и много неразорвавшихся боеприпасов. Так что избавиться от тела там было бы легко. Вот на такой ноте я заканчиваю это видео. Есть ощущение недосказанности. Очень грустно, что самой Мэри не дали слова, ну как в публичном пространстве. Но я прекрасно понимаю, почему она бы не хотела, чтобы из нее делали сенсацию и тиражировали там по всем каналам, как она рассказывает про свое детство и как ей было тяжело. Потому что она, естественно, не хочет это вспоминать. Возможно, именно поэтому не было обнародовано ее интервью с журналистами «48 часов». Я верила до последнего, что это самозванка, и что сейчас Уильяма поймают и осудят. Потому что как можно было ребенка не искать? У меня не укладываются в голове. Но, с другой стороны, сейчас я уже себе объясняю это тем, что, ну, они просто были очень плохие родители, видимо. Тяжело представить, какая судьба была у Марии, оказавшейся на улице в 13 лет и переезжавшей туда-сюда, в разные штаты, в разные города, жившей в разных домах, лишь бы только ее не нашли службы опеки. Правда, это очень грустно. И сколько еще таких детей, которые мечтают сбежать от своей семьи, либо они уже оказались на улице и страдают, но при этом считают это лучшим исходом, чем жить с родными, родителями или, там, с приемными, с отчимом. Пишите, что думаете об этом деле. Оп, у меня выключился свет. Да, вот так, заканчиваем видео. Спасибо большое, что провели это время со мной и выбрали мое видео для просмотра. Я надеюсь, что мы с вами скоро увидимся. Посмотрите вот еще мои похожие другие ролики. Ну, а теперь я буду с вами прощаться. Всем спокойной ночи и пока.